Первый техсход за много лет Можешь так сделать, как в кино, типа дубль один, сцена один, приветствие, что-нибудь такое Давай, импровизация Дубль 75, пожалуйста, сделай это нормально в этот раз Ну что, наконец-то открытие сезона, первая гонка, настроение отличное, погода, самое главное, офигенная Машина, надеюсь, технически готова, внешка немножко не успели, опять же, не спали ночами Но это абсолютно классическая история, тогда, когда вы занимаетесь дрифтом Я сейчас пойду переодеваться, готовиться уже через 30 минут на тренировку выезжаем Офигенная конфигурация, сейчас увидите или как-то покажем позже С нами споттер Игорь, Игорь, привет Он же дизайнер, кстати, вот именно он и рисовал нам дизайн На, привет, да, на итальянку или на шмеля версия 2 Так, время очень мало, буду чуть меньше сейчас говорить, потому что нужно поехать на тренировку Откататься, понять, что вообще к чему, ну а дальше с вами поболтаю Поэтому просто наблюдайте за процессом Знаю, что, черт возьми, вы плохо смотрите дрифтовые видео Но просто поверьте, что мы кайфуем и нам от души нравится это снимать и показывать вам Ну и опять же, для нас это просто память, да, поэтому Те, кто смотрят, вам отдельный респект Готовимся, выезжаем на тренировку Друзья, мне, как всегда, нужно буквально несколько минут вашего времени Конечно же, сейчас будет рубрика интересных историй от нашего партнера Carvertical Но сегодня я хочу сделать некое исключение и проверить и показать вам пример Не на какой-то там чужой машине, на доске объявлений, а сделать это на своей машине Но прежде я вам напомню, что такое Carvertical Это большая база данных автомобилей, которые команда Carvertical проверяет На скрученный пробег, аварии и так далее На все возможные главные факторы, которые могут вас либо оттолкнуть от покупки машины Либо наоборот, посмотрев отчет, вы поймете, что эта машина, например, вас устраивает И вы можете потратить свое время и поехать ее посмотреть Так вот, давайте сегодня мы разберем, как работает Carvertical на одной из наших машин А конкретно мой 53-й Все вы знаете, у меня есть 53-я, на котором я уже езжу Ух, не хочу вас обмануть, лет 6-7 Очень давно я езжу на него и проехал на нем уже более чем 150 тысяч километров Но это вообще отдельная история про него Но давайте проверим его через Carvertical Берем минкод моего X и вбиваем в базу данных Что мы видим? У нас сразу сверху есть два замечания Это скрученный пробег на моей машине и повреждения Сразу вам скажу, прежде чем мы пробежимся вниз При покупке я точно знал, это я видел, что у него крашеное переднее левое крыло И у него была проблема с левой фарой А кто смотрит меня давно, вы должны знать, что я реставрировал фары И с левой конкретно у меня были самые большие проблемы То есть предполагаю, что фара была заменена так же, как и крыло Поэтому у нас есть заметка по повреждениям Ну и, конечно же, скрученный пробег Давайте посмотрим, насколько он скрученный Что вообще там происходит по истории Хочу заметить, что Carverticle обновили свои интерфейсы Теперь он стал намного удобнее и интереснее Здесь даже, кстати, вы теперь можете прочитать, например Что нужно знать о транспортном средстве BMA X5 2005 года Почитайте, здесь есть некие такие интересные советы Это для тех, кто впервые, например, хочет себе приобрести E53 Ну или какой-то другой автомобиль Почитайте, минимальное такое вводное, но полезное будет для тех, кто на BMA садится впервые Еще у Carverticle есть такая интересная вещь, как хронология Вы можете увидеть, в какой стране была куплена машина До какого года она там находилась Когда она приехала, например, в Латвию и так далее В моем случае мой X5 приехал из Бельгии Приехал он в Латвию в 2013 году Мы видим, что в 2010 году у моего X-а был пробег 149 тысяч километров В тот момент, когда он заезжал в Латвию, это 2013 год Сразу вам скажу, не я был тогда владельцем У него был пробег 116 тысяч километров Я его купил буквально через несколько лет после того, как он приехал в Латвию Итого мы, судя по базе данных Carverticle, видим, что у моего X-а скручено 33 тысячи километров На самом деле не очень понятно, почему так мало скрутили Обычно крутят хотя бы 50-100 Тут скрутили каких-то жалких 30 тысяч километров Для чего это было сделано, непонятно На сегодня у моего X-а реальный пробег 300 тысяч километров Буквально несколько дней назад было ровно 300 Ну и давайте сразу посмотрим, какие у нас были повреждения Это 2006 год на примерно 4,5 тысячи евро ремонт Передний бампер и задний И также повреждения в 2010 году тоже, кстати, в Бельгии На сумму ориентировочно около 3 тысяч евро Меня лично такие вещи не пугают Я всегда вам рекомендую, покупайте состояние Но прежде обязательно проверяйте свою машину через Carverticle Напоминаю вам, что, во-первых, с промокодом Власов вы получите 20% скидку на отчет А во-вторых, вы помогаете нам развивать наш канал Все, возвращаемся на трассу и смотрим, как я отъездил дрифт Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok После тренировки я понял, что мне не подходит редукция Я вчера зачем-то снял редуктор 2,56 и поставил 2,93 В смысле о том, что здесь очень затупное место в конце Очень маленькая скорость Не хотел я делать переключение с третьей на вторую Думаю, поеду всю тракторию на третьей На редукторе 2,93 это будет не вот так, а вот так Что вы думаете о тренировке? Я сегодня понял, что мне он не подходит Я попробовал ехать на четвертый Машина едет кое-как Не легко, но можно передвигаться по треку И тут в конце надо отключать третью Я это дико не люблю У меня поисковая коробка стоит, несеквентальная там какая-то И было принято решение Срочно, прямо во время тренировки Меняем редуктор Ребята справились Как всегда, откуда-то неожиданно появился Юра Юра, тебе спасибо Спасибо, Валера Механдик Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать минут, редуктор готов Это еще стоит, чтобы мы крышку меняли Потому что у меня там пластина стоит усиленная Поменяю редуктор и все Сразу мне хорошо поехалось Проехал Квалу Вы, наверное, это уже видели Или увидите Не знаю, как оператор там смонтирует Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Левая дуба, левая газа, айслит лид с армалой. Лабский партнер, очень вкусный партнер. Согласно контролировать автомашинку. Отличный партнер на зоне. Великолепный партнер. Великолепный партнер. Александр Лассов. Великолепный партнер. Патрел. Санатся недависи, что не про тот, как он возгорит неправда. Газа напев подприезы. Они пузыка начали контролировать автомашинку. Есть, это впитали под двигаться. Я потом сказал, что я иди туда. Я думаю, что они приводят к резулу. Я думаю, что это наиболее по диске. Они ходят после woke. Ты сегодня говоришь, да, да. Я сказал, да. Вот, давай. Первый, первый. Сижу такой, ты можешь быстрее нам уже ехать? Я только подъехал, прогрелся, сразу он меня опустил буквально. Я готовлю себя понерчить. Вот прикольно ехать первым. Сейчас там стоишь, вот эти полчаса. Просто коротко, как я проехал сегодня квалификацию. Все, на сегодня все. Погнали спать отдыхать. На самом деле, первая попытка 71 пункт. Ну, давайте так, средний неплохо, но нехорошо. Вторая попытка вот за это, не знаю, что будет, ноль не должен быть, а может и будет, не знаю. Ждем еще результат, какой буду в сетке, с кем поеду, ничего не знаю. Просто сегодня, сейчас мы выключим камеру и поедем просто спать. Завтра ответственный день, тренировка, тандемы и нужно выспаться. Это очень важно, потому что я сегодня опять практически не спал. Мы поехали спать. Пока. Ситуация следующая. Делали чек перед поездкой следующей и обнаружили трещины на ремне, на компрессоре. Ну, главный мой ремень. Вот здесь, кстати, видно хорошо. И он еще с прошлого сезона стоит. Ремень у меня есть. 7ПК-2050. Сейчас он быстро меняется. Перекидываем, ставим новый и готовимся к тандемам в топ-16. Но перед этим будет парад. Парад участников. Так что, ввиняем ремень и едем на парад. Все, ремешок готов. Меняется буквально, если не проводить ликбез для пацанов. Что такое ликбез, знаешь? Ликвидация безграмотности. То меняется буквально пару минут. Ремешок готов. Машину почекали, посмотрели. Так что, можем ждать топ-16. Он достаточно вменяемый едет. Я уверен, что ты его прочитаешь. Он едет широко, но в данный момент он едет не на петербург, а на четверг. Сегодня реально он не такой же петербург, как у 7. Тандемы, пирмайз паарбрауция. Паарбрауция, беже тā негадāс. Паарбрауция, нав паарак беже новейроем. Тур tiešām ir тāda ситуация, как шеи, kad тā īстлиц галам nav skaidrs. Тадо лео виņi браут целый рейс. Tagad Раивис Веекшанс претя Александру Власова. Папрекшу Веекшанс, viņем секо Власова. Власова аре отгрези с дрифтой. Изкатаясь по нопетно. Узреи пирмай посмай, готова у старта. Redzam Веекшансу прiekšу. Власовс turpāt, нетāvus, seko. Paskatīsimies, kā ņem. Ļoti plati. Изкатīsim, šeit jābūt tuvāk šiem iekšējiem klipam, ar ko daudziem arī bija problēmas. Un pabeidz braucienu Vласovs un Vеекšanas. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā daudz precīzāk. Nu, Vеекšanas iemetās labi. Pastīsimies, nu, aizslīd arī līdz šai zonai. Inceita klips varbūt pirmais nebija līdz galam, bet redzam, ka Vlasovs visu laiku turās aptuveni tādu korpusu pusotru attālumā un dažbīt piebrauc tālāk šī tā lielāk kļūta no veikšanas puses, braucot par priekšu, kas tieši šiem nepatiks. Nu, ja Vlasovs nobrauks labāk par priekšu, tad noteikti tas viss varētu izlīdzināties. Un jāatdzīmē, protams, ka tiesājot, lai nav tikai gāzpedals grītā un izstūrēšana. Šeit ir tiešām ļoti interesanti. Aiziet otrā daļa, šeit cīņai Vlasovs tagad par priekšu veikšanas sekos. Pastīsimies. Vlasovs, principā, bija samērā tūl. Nebija varbūt pampers bampiri, bet pietiekama agresīvi. Tagad aiziet otrā daļa, Vlasovs par priekšu veikšanas seko. Šobrīd arī Vlasovs izpild ļoti skaisti izzīmē šo zonu pretī lielajām tribīnēm. Te gan pārāk plaši varbūt un netiek līdz tajā rezonu. Veikšanas brauc taist, manuprāt, pāris metrus. Šobrīd arī šī vieta Vlasovs izskatās labāk, bija tieši piekšējā klipa. Tagad arī līdz ārmalai, vairāk korpus astamā, viņi pārrodas pārfinišu līnijai. Te ir jāpavēro atkārtojumā, manuprāt, veikšanas brauc taist nekādu brīdi. Apos braucienās abiem braucieniem bija kļūdas, protams, to varam atzīt. Paskatīsimies vēlreiz, kas tad īsti notika šajā braucienā. Redzam blakus sālikt abi braucienu pa kreisi. Tas, ko mēs redzēm pirmai braucienā un pa labi otrais brauciens. Distants ļoti līdzīgi apos braucienos. Šeit Vlasovs izbrauc labāk pirmo zonu. Otrajā zonā skatāmies šeit ļoti līdzīgi arī ar pašu šo vērtešanas kasti. Šeit redzam Vlasovs nobrauc tur, kur mēs viņi gribētu redzēt ar pašu konusu. Tas viņam plusiņš noteikti. Beigās distants arī diezgan līdzīgi. Tā kā šiem darbiņš. Manuprāt, varbūt nebija taisni, bet tāds lēns pārmtiens nebija līdz galam tās sakojušais. Viens tiesneši saka Vlasovs, divi tiesneši saka Vlasovs, visi trīs tiesneši saka Vlasovs. Aleksandrs Vlasovs apsveicam, dodas tālāk. Pēc sarakta izskatās, ka mēs turpinām Mariku Riškau un Tomu Jankovski. Pēc pisauju palu. Pēc eskēp 3 schīnib kieliņih. Tad в которых мне надо сцепление найти, я не подготовился, потому что все мое время и силы уходят сами знаете куда, как раз в тот момент, когда мы здесь находимся, вы смотрите видео про новое помещение, кстати, не подготовился, все, задача была выехать просто на первую гонку, и сцепления нет, но даже если я его сейчас нарисую, это новое сцепление, у нас часа за сколько там, три у нас, да, мы может быть, не может быть, а успели бы его даже в сервисе, кстати, успели бы даже гараж съездить поменять, но принято решение, что на новом сцеплении, а я иду на органическом сцеплении, не на керамике, не будем рисковать, потому что его тоже надо перетирать поверхности, плоскости, поэтому поедем как есть, оно кое-как держит, ну, может быть, будет первый раз в истории тех сход, не знаю, но пока надеемся, что все будет хорошо, отдыхаем, у нас три часа времени Хочу вставку записать лично для Юры, который появляется вот так всегда, ниоткуда, что готовил в прошлом сезоне машину, вообще строил ее, готовил ее где-то месяц назад, мы ее красили каркас, вы видели, и вчера, во время того, как мы приняли решение менять редуктор, он появился, оп, под машиной лежит, крутит с Валеркой, и сейчас мы немножко не подрассчитались с топливом, и тоже, как вы думаете, кто поехал за топливом? Более того, он появился до этого момента, как нужно было ехать за топливом, буквально тоже за минуту. Юра, тебе отдельный респект, я не знаю, как вселенная тебя сюда подсылает, но ты просто как в игре в GTA такой, раз, появился, пропал, привез, исчез. А кадры с дрона, если будут, что-то тоже он снимал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Lasovs pret Jārvi aiziet, pievēršamies trasei. Lūk, ieskrējienā diezgan tuvu, Igauņa braucēs šobrīd ar Lasovam. Nepilns korpus, Lasovs ideāli izdzīmē līdz pat pašam kērbām, līdz pat pašajā ārmalē. Sāka arī šajā ārējā zona uzsip, nedaudz pa smiltiņu, nedaudz nokļūdās. Ai, 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 sagriežas Lasovs, pirms tam jau sagriezās Igauņa konkurence. Ar tam varēsim vēlreiz pavērot, kas tad īsti tur notika. Pie šī jau esam tā pieraduši, ka mēs neatceramies, kā bija laikos, kad video nebija un nebija šādas opcijas. Vēlreiz sākums tiešām labs Lasovs. Ļoti skaisti izbrauc pirmo zonu. Pārmetien arī viss kārtībās šeit pārāk tālu izslīd Arpus trases. Tas arī traucēs ekvojošajiem Jārvem un attiecīgi ap divi arī sagriežas dronu. Lidojuma arī ļoti labi redzams. Lasovs ļoti labi iesāk braucienu un šeit nedaudz izbrauc pārāk plati. Gan drīz ar diviem riteņiem Arpus trases. Es tieši gribēju piemetināt šo pārāk. Lidojuma arī ļoti labi redzams. Zini, ka tur nevajadzētu braukt, jo viņi būtu mainītās. Jā, diemžēl kļūda. No abiem braucējiem principā. Jā, nu. Tagad dodas trase Jārve un Vlasau. Tad vadošajā braucēja Vlasau kļūda tās var bijis. Nu jā, tiesneši arī tikko pakmetē. Aiziet Jārve papriekšu, Vlasaus seko. Pievēršamies trasei, iemeties pirmajā līkumā. Aiziet! Jārve tur diezgan plati izbrauc, netrāpīs iekšā vērtējošajā kastei. Turpat Vlasaus cenšās turēties līdzi. Pagaidām viss kārtībā ar viņu sekojošo braucienu. Jābrauc pēc iespējas tuvāku. Tas ir izdodās Vlasovam, jāpārmet uz pēdējo līkumu. Tieklāt Jārve un aplausi Vlasovam un Jārve pabeidz viņu savu braucienu. Tāpēc Jārve neesot bijis kur palikt. Tāpēc Jārve neesot bijis kur palikt. Šeit otrajā braucienā Vlasovas redzējām, ka centās spiest uz Jārve, bet beigās. Un tas ir Kristiān Jārve. Moving out to top eight. First one to advance to top eight finals. So congratulations Jārve. Shout out to all the Estonian fans. Tāpēc Jārve. Tāpēc Jārve. Tāpēc Jārve. Iskigt Rāve pēc Jārve. Ā что друзья я если честно не стал в тот же день записывать концовка этого видео мы записываем его практически спустя там три или сколько-то недели почти на месяц почти прошел я был дико да я не буду врать я был расстроен результатами гонки бешен не бешеный а хороший был потенциал на результат достойный но что-то пошло не так конечно давайте так самая главная проблема в этой истории это прокладка между рулем и сиденьем безусловно тренироваться учиться ездить и так далее плюс новая машина это первая проблема во мне как в пилоте то что я не доложу куда надо второе как выяснилось после я это не снимал машина поехала на развал и чтобы понимали задние колеса если мы посмотрим ну вот вот тут передний тут за ним так смотрим на машину сверху сверху вот тут задний бампер тут передний вот так у меня колеса стали то есть так как сейчас машина висит вправо оба колеса поэтому ну сейчас складывая весь пазл поэтому у меня получалось очень хорошая постановка посмотрите еще раз у меня получалось очень хороший угол и широко заехать но так как и просили судьи но как только мне нужно было переложиться на левую сторону и вот попасть в это место где подпрыгивал на этом чертовом кербе машины ехал всем по-другому понимаете да я еду в эту сторону в левую а колеса задние у меня вправо смотрит и поэтому я не получалось ее контролировать ну и следующий момент это тоже кстати моя ошибка потому что отсутствует время все бегом вот видите все здесь происходит мы готовили машину еще к выставке я перетянул всю машину подвеску подшипники все перепроверил в мыслях не допустил себе что у меня может быть откручена траверса коробки и лапа двигателя левая но лапы двигателя еще потому что в порошок покрашены они просто селись кто красав порошковой детали вы понимаете чем речь порошок оседает и им просто откручивается а вот траверса коробки почему открутилась я так и не понял к чему я это все говорю что в определенных нагрузках даже на рулевом карданчике есть след от коллектора выпускного который ложился на рулевой карданчике и закусывал не руль вот сложите все это вместе отсюда такой результат но друзья несмотря на то что я не хорошо заквалифицировался отвалился в топ-16 получается по количеством баллов я дико удивлен по количеству баллов на сегодняшний день а сейчас мы как видите готовимся ко второй гонке я занимаю пятую позицию в сезоне вот сейчас пятая позиция это для меня было да на пятой позиции одинаково три или четыре человека с одинаковым баллом но когда одинаковый балл тогда уже в роль вступает твой сезонный номер а номер у меня третий несмотря на неудачу типу удалось закрепиться на пятом месте сходу да это не призовое место но тем не менее у нас впереди еще пять гонок за моей спиной мы сейчас готовимся к следующей поэтому спасибо не поэтому точнее спасибо что вы смотрели постараемся делать для вас более интересные видео дрифтовые показывать именно эту жизнь атмосферу как это все происходит поверьте мне что это очень интересно находиться там как пилоту как к команде как вот этому человеку который бегает там в кадре юра юр как всегда появился абсолютно неожиданно спасибо что вы смотрели мы готовимся к следующей гонке жду вас в комментариях и поругайте меня в конце концов напишите саня ты что-то так плохо ездишь может мне этого не хватает от вас все жду вас в комментариях пока дальше будет интересным а кейлер и массу на 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 все Субтитры сделал DimaTorzok